С начала недели на дорогах России усилен контроль за большегрузами. В рамках акции на дороге без перегруза пункты весового контроля работают дольше, чем обычно. К акции подключились и кировские специалисты. За три дня они проверили больше тысячи грузовиков. На советском тракте сегодня с утра вместе с сотрудниками ГИБДД дежурила и Анна Мамаева. В норме отпусти его. На этой неделе рабочий день у инспектора весового контроля Владимира Фомичева и его коллег увеличился. На четыре часа в рамках акции на дорогу без перегруза они проверяют все грузовики с 8 утра до 8 вечера. Всего за три дня акции инспекторы на трех пунктах весового контроля проверили больше тысячи автомобилей. Из них с перегрузом оказалось всего 14. Владимир Николаевич уверен, причины две. Во-первых, водители стали ответственнее и не допускают перегруз. Во-вторых, нарушители в светлое время суток на дорогах не появляются. В ночное время суток мы не имеем права работать, поэтому вот они ездят в основном ночью. Перегруженные автомобили разбивают дороги. Специалисты Дорожного комитета посчитали, ущерба от грузовиков только в нашей области бывает в среднем до 100 миллионов рублей в год. Сами зарабатывают деньги, но при этом у них государство ворует их. То есть он дорогу разрушил, он же ущерб там ей не компенсировал, он причинен ущерб. То же самое, что украл практически у государства. Кстати, платить за порчу федеральных дорог с 15 ноября будут не только те перевозчики, которые допустили перегруз своего транспортного средства, но и все остальные. Предполагается, что плата за порчу дорог будет составлять 3 рубля 50 копеек за один километр пройденного пути. В итоге сумма поступлений в Федеральный дорожный фонд составит около 50 миллиардов рублей. Понятно, что это никаким образом не касается нелегковых автомобилей, это не касается автобусов, это не касается спецтехники, это касается только коммерческого транспорта, общая масса которого превышает 12 тонн. Практика эта изобретена не в Российской Федерации, в большая часть европейских стран эту практику давным-давно уже ввело у себя. Ведут плату за проезд по региональным дорогам, правда, когда и какая именно будет сумма, чиновники еще не решили. Анна Мамаева, Данил Кочки, Бюро Новостейдович.